От пациентки. В 18 лет делали МРТ головного мозга. Описание не сохранилось, помню, что поставили диагноз мигрень, помню, что были белые бляшки, а сколько не помню. Было они менее левой половины тела, лицо, рука и нога. Больше ничего подобного не повторялось. До настоящего времени. Примерно месяц назад онемела левая часть тела, покалывание в руке, ноге, лицо слева. Хромаю на левую ногу болят подушка ступни спереди и пальцы. На МРТ обнаружили бляшки, глиомы, вероятно сосудистые. Невролог посоветовал повторить МРТ через полгода, посмотреть динамику, и сделать МРТ шеи. Что на рассеянный склероз не похоже. Грыжа причина, на МРТ три грыжи в пояснице. Прошу вас посмотреть МРТ головного мозга на наличие признаков рассеянного склероза. Зрение норм, походка норм. По МРТ сосудов и артерий вопросов нет. Консультативное заключение по МРТ головного мозга пациентки 43 лет. Дата исследования, 5 января 2021 года. На представленной серии МРТомограмм головного мозга получено изображение в трех проекциях разного типа взвешенности. Выявляются множественные очаги, преимущественно, подкорковые до 10 мм. Отдельные ДВ и КД положительные. Инфратентериальных очагов нет. Желудочковая система сформирована правильно, гидроцей и фолии нет. Срединные структуры не смещены. Перевоскулярные ликварные пространства не расширены. Субарахноидальные ликварные пространства по конвекситальной поверхности больших полушарий не расширены. Цистерны основания мозга прослеживаются отчетливо, не деформированы. Срединные структуры не смещены. Гипофиз, высота 4,3 мм. Диафрагма седла уплощена, структура обычная. Патологии мостом из жичковых углов не выявлено, патологии орбит не определяется. Ствол мозга, хиазмально-селярная область без МР признаков патологических изменений. Миндалин и мозжечка расположены на уровне большого затылочного отверстия. Структура коры не изменена. В проекции мостомозжечкового угла корешки восьми пар черепно-мозговых нервов прослеживаются отчетливо с обеих сторон, симметричные, не утолщенные. Придаточные пазухи носа свободны. При ЭМРа отмечается аплазия 1 сегмента правой ПМА. Гипоплазии венозных синусов нет, незначительная асимметрия. В заключении – демиеленизирующий процесс, вне фазы активности. В критерии для рассеянного склероза не укладываются. Более вероятно – острый диссиминирующий энцефалит АДЭМ. Зав. Кафедрой. Профессор Холин АВ. Вопрос пациентки. Скажите, это не рассеянный склероз? Ответ профессора Холина АВ. Есть небольшая вероятность, хотя по всем существующим критериям не укладывается. Нужно наблюдать за клиническими симптомами под наблюдением врача. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok